Добрый день, коллеги. Я думаю, слайд показывает наше общее понимание о том, что у нас творится и в экономике, но и налоги точно так же, к сожалению, не доставляют нам радости. Поэтому, как обычно, каждый год с самого начала я говорю, все помидоры не в меня. Но я мою задачу вижу в том, чтобы вам помочь с этим разобраться. Если есть хоть где-то какой-то просвет, то вам его как раз и обозначить. Итак, пойдем по порядку. Начнем мы с того, что у нас с вами в ближайшее время предстоит и что поменялось в годовой отчетности. Январь кончается, скоро нужно сдавать годовую отчетность. Некоторые отчеты уже должны были быть сданы бухгалтерами. Но на что надо обратить внимание? Нередко даже бухгалтеры забывают, что мы с вами должны сдавать бухгалтерскую отчетность, независимо от того, крупный мы бизнес, малый, работаем мы на упрощенке, на вмененке и так далее. Варианты режимов вообще не имеют значения. Бухгалтерскую отчетность один раз в год сдать нужно. Это нужно сделать до 31 марта, не позднее этого срока, подать и в налоговую, и в статистику. Если кто пользуется, например, бухгалтерскими программами, синхронизированными с госреестрами, с базами статистики, то вы уже сейчас, например, вот мы пользуясь Одинесской, уже можем смотреть на бухгалтерские отчеты, которые в онлайн режиме из статистики по нашему контрагенту, по которому делаем запрос, нам показываются. Те компании, которые на упрощенке работают, они всегда думали, что они не должны сдавать в статистику никакую отчетность. Нет, они должны сдавать, начиная с 2013 года уже эту отчетность в статистику. Не забывайте об этом. Почему? Потому что есть неприятность. Она здесь ниже у меня на слайде показана, в статистику. С 15 января этого года ввели новую административную ответственность за предоставление недостоверных или за непредоставление статистической отчетности. Этот штраф будет составлять до 150 тысяч рублей. Причем есть одна неприятность еще какая. Это будет за каждый отчет. Если вы, например, не сдадите отчет по форме, например, о труде, а потом не сдадите отчет по форме об основных средствах, то статистика может, конечно, вам это посчитать за одно нарушение, но если они не захотят и придут сначала, оштрафуют вас за первый отчет, а через два дня дойдут и оштрафуют за второй, это будет уже повторное нарушение, и штраф увеличивается. 150 это максимальный, но я думаю, что цифра неприятная. Поэтому имейте в виду статистика, это теперь у нас практически монстр в штрафах, может быть. Статистические отчеты, которые я только что упоминал, по труду, например, по основным фондам, я имею в виду не бухгалтерский баланс, а исключительно статистические отчеты. Это вы сдаете только в том случае, если вы как малое предприятие попали в список выборки и вам прислали формы из статистики по запросу, вы их тогда должны заполнить. Если вы малое предприятие, но вам никто не присылал никакого запроса, то вы ничего им сдавать не должны, кроме этого года. В этом году государство решило провести единовременное статистическое обследование всего малого бизнеса. Это касается всех индивидуальных предпринимателей, это касается всех малых предприятий, любых, независимо от вида деятельности, независимо от режима налогообложения. Чипистам, вот у меня знакомому, уже по почте прислала статистика формы бланков. Это у нас с вами для всех малых предприятий и бизнесу нужно до 1 апреля сдать эти отчеты. Если не сдадите, ну, собственно, вот цифра у нас здесь с вами показана. По поводу малых предприятий. У нас в прошедшем году поменялись лимиты отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства. Раньше у нас лимит выручки был 400 миллионов рублей, и у нас доли в уставных капиталах, принадлежащие юрлицам, не являющимся малым компаниям, должны были не превышать 25%. В 2015 году, в середине года поправки внесли в постановление правительства, и теперь выручка может достигать 800 миллионов, а доля в уставном капитале других юрлиц немалых компаний может достигать 49%. Это не будет нарушением. Обращу внимание, здесь про малые предприятия мы говорим не про упрощенку, не про налоговый режим, а именно про упрощенные статистические отчеты и упрощенные формы ведения учета. Что у нас еще изменилось в 2016 году? Ну, знаете, что у нас с вами ставка рефинансирования, хоть она официально никем не отменена, но она уже не действует. Теперь у нас во всех нормах, которые используют в любом законодательном акте слова ставка рефинансирования, надо читать ключевая ставка Центробанка. Центральный банк выпустил соответствующее указание о том, что с 1 января 2016 года ставка рефинансирования понятия не применяется, и вместо него применяется ставка ключевая. У нас ставка рефинансирования 31 декабря составляла 8,25, а поскольку с 1 января она уже не действует, а ключевая равняется 11%, то знаете, что везде, где в законодательстве написаны штрафы, пении или еще что-то рассчитываемое из этой ставки, это значит, что у вас повышение пении произошло. Ну, например, по налогам у нас пении теперь будут рассчитываться из этой ставки 11%, а не 8,25. Имейте в виду, что если вы пользуетесь беспроцентными займами от компаний, либо процентные займы, но под маленький процент, там у нас тоже была привязка, и сейчас она действует, к ставке рефинансирования, как записано в кодексе. Так вот нет теперь этой ставки рефинансирования. Следовательно, займы теперь должны быть посчитаны не под ставки 8,25, умножить на 2,3, а по ставке 11 умножить на 2,3. Имейте в виду, если вы такие беспроцентные займы выдаете, нужно, чтобы работник уплачивал подоходный налог с вот этой вот выгоды в экономии на процентах, которые он не платит по сравнению с другими. Но если раньше можно было 8,25 умножить на 2,3, получилось там примерно 6%, вот ниже 6% давать было невыгодно, нужно было налоги платить. Так вот теперь нужно 11% умножать на 2,3. Поэтому посмотрите все ваши такие сделки, если они есть. С этого года лимит стоимости основных средств поднялся до 100 тысяч рублей вместо 40, которые были в 2015 году. Это значит, что практически все компьютеры, все оборудование, если они стоят дешевле, мы можем списывать в расходы теперь сразу, а не через амортизацию в течение 3-5 лет. Ежемесячные авансы по налогу на прибыль. Если кто-то на общем режиме работает, то в прошлом году ваша квартальная выручка, превышая 10 миллионов рублей, заставляла вас платить ежемесячные авансы по прибыли. В этом году подняли лимит до 15 миллионов в квартал. По акведам у нас с вами изменения произошли. Мы ждали их с 2015 года, потом ждали с 2016 года, в конце концов их передвинули еще дальше на 2017 год. Все потому, что невмененная деятельность не приписана к новым акведам, никакие льготные наши с вами айтишные режимы по старым кодам акведов 72 и так далее, они тоже в новых акведах никак не коррелируют. Поэтому, чтобы у нас не возникало проблем с налогами, взяли и отложили этот аквед в надежде, что за 2016 год наконец-таки поправят все кодексы и законы о страховых взносах. Запрет заемного труда или запрет аренды персонала у нас с 2016 года вступило в силу такое положение. Нельзя принимать, скажем так, на работу людей для того, чтобы сдавать их в аренду другим компаниям. Так называемые кадровые агентства не те, которые подбирают для вас персонал, а те, которые предоставляют вам персонал. Это нередко, например, в торговых сетях это уборщики, которые работают, якобы эта фирма какая-то предоставила вот эту рабочую силу. Здесь ситуация непростая. Иногда слышатся комментарии о том, что теперь вообще не разрешается никакой аутсорсинг. Нет, неправда. Разрешается аутсорсинг. Вы можете отдать на аутсорс некоторые функции. Например, введение бухгалтерского учета можете отдать на сторону. Можете отдать выполнение каких-то работ на сторону. Но важный критерий здесь какой? Кто управляет персоналом? Если заказчик вам дает человека и говорит, вот делай с ним все, что хочешь, давай ему указания, определяй качество его работы и так далее, то это значит, что он вам предоставил человека, а не выполнил для вас работу. А если вы, как заказчик, говорите компании, что нам нужна работа такая-то в таком-то объеме или сделать нужно то-то, а персоналом вы, пожалуйста, сами там себе руководите, моя задача получить от вас результат, а не управлять вашими работниками, то эта ситуация по-прежнему остается в законе, никто ее не запрещал. Так что не пугайтесь, читайте, когда статьи про запрет аутсорсинга, делите все, как говорится, на 16. Здесь все зависит от того, кто управляет человеком. Ну и я столкнулся в бухгалтерской среде, что редко читают бухгалтеры классификатор основных фондов, а правительство в 15-м году внесло такие маленькие поправки в фотокиноаппаратуру, срок службы снизили с 7 до 3 лет. Казалось бы, причем здесь мы, но вот даже в нашей компании есть такая фотокиноаппаратура, без нее не обходишься. Поэтому имейте в виду, что если у вас такая аппаратура есть, то срок ее службы снизили, и возможно, что вашим бухгалтеру нужно будет эту информацию предоставить. По доходам физических лиц. Это самые неприятные изменения, которые у нас с вами происходят в этом году. Во-первых, у нас неожиданностью стало то, что начиная с отчетов за 15-й год уже, бухгалтерия должна до 1 апреля подать в налоговые органы справки о доходах всех физических лиц, работники, договоры подряды и так далее. И только в декабре, точнее в начале января, вдруг выяснилось, что в новой форме справки, которую утвердили налоговики, реквизит ИНН получателя дохода является обязательным. И все теперь метнулись, потому что раньше он не был обязательным. Раньше справку можно было заполнить только паспортными данными. Теперь она не проходит контроль в налоговом органе без наличия ИНН. Поэтому все метнулись по своим прошлогодним физлицам запрашивать данные ИНН. Вот буквально я сегодня ночью читал свежая информация. Бухгалтерский портал Клерк.ру все-таки задолбал, извините за терминологию, федеральную налоговую службу, которая сказала, что да, мы, наверное, погорячились, все-таки мы постараемся в эту декларационную кампанию еще не применять обязательность наличия ИНН. Но читая формально их правила, которые они выпустили, там этот реквизит обязательный. Новые отчеты 6 НДФЛ вводятся. Если раньше мы должны были по доходному налогу как предприятие отчитаться раз в год, подав вот эти справки, то теперь ввели ежеквартальные отчеты. Каждый квартал теперь главбух должен будет сдавать эти справки. Они будут содержать суммы обо всех начислениях, обо всех суммах подоходного налога. И что самое неприятное, если вы не сдадите этот отчет раз в квартал, первый раз надо сдать 1 апреля за январь, февраль, март, либо если вы просрочите этот отчет, мало того, что вас оштрафуют на тысячу, кроме всего прочего вам сразу заморозят операции по банковскому счету, а это уже кое-что неприятное. Ну и плюс, если у вас сведения были недостоверными, то 500 рублей штраф. Бумажные отчеты. Вы можете их сдавать по старым правилам, если у вас не более 10 человек получателей дохода. С января этого года подняли норму, 25 человек теперь можно. Если в течение года вы выплатили доходы не больше, чем 25 человекам, то вы можете за 15-й год уже даже сдаваться в бумажных формах, не обязательно в электронном виде. Вычеты на детей. С этого года подняли размер, до которого предоставляются вычеты. Вы работаете, с начала года зарабатываете доход, и если 15-й год брать, вы заработали как до 280 тысяч рублей, вам с этого месяца закончили давать детские вычеты. 1400 рублей, 6000 рублей, 3000 рублей и разные другие. В этом году подняли лимит до 350 тысяч рублей. То есть доход нужно заработать с начала года до 350 тысяч, только потом заканчивается предоставление этого вычета. И последнее, что по НДФЛ скажу, это то, что у нас с вами можно будет у работодателя получать вычет не только на детей, но и на лечение и обучение. Сейчас вычет этот можно было получать только в налоговой, когда закончился год при подаче декларации. Но правда, как всегда, порядок красивый, но плохой. Почему? Потому что, чтобы этот вычет у работодателя получить, вы должны со всеми своими документами, подтверждающими, прийти в свою налоговую, ваша налоговая их проверит, выдаст вам уведомление о том, что вы имеете право на такую сумму вычета, вы там укажете, в какую компанию вы эту справку понесете, и вы ее несете в эту свою компанию, и она будет вам освобождать от налога вот эту вот сумму потраченных вами средств на лечение и обучение. Если вы вдруг поменяли место работы, то, к сожалению, на этот год у вас все закончилось. Вторую справку вам налоговая больше не выдаст, потому что она вам одну уже дала, а компания в ней указана была старая. Поэтому в новой компании вы будете платить налог полностью и вернуть его сможете только в конце года. По упрощенке. Мне просто для себя, для, так сказать, понимания ситуации, поднимите руки, кто из вас применяет режим упрощенного налога. Почти все. Это, собственно, то, в чем я хотел убедиться, когда я понял, что готовить материалы для сложных режимов налога, обложения на нашу конференцию, наверное, не стоит. Что касается упрощенки. Во-первых, у нас с вами коэффициент подняли, он составляет теперь 1,329, то есть к тем 60 миллионам рублей выручки, которые максимально в кодексе прописаны, мы применяем коэффициент 1,329 и получаем, что за 2016 год мы можем набрать выручки не больше, чем 79 миллионов 740 тысяч. Это тот предел, который мы должны соблюдать. В прошлом году было 68,820. Что еще по поводу этого режима? Ну, во-первых, если вы находитесь на упрощенке, и раньше мы думали, что мы забыли про налог на имущество вовсе, к сожалению, надо вспомнить про налог на имущество. Иногда бывает даже так, что вспомнить приходится, если у вас нет имущества, все равно вспоминать приходится. Например, вы арендуете помещение в офисном центре. Ваш арендодатель, начиная с 2015, а в некоторых регионах с 2016 года, начинает платить налог от кадастровой стоимости. Не та бухгалтерская, остаточная, самортизированная, которая, как всегда, с течением времени стремится к нулю, а начинает платить налог от кадастровой, то есть практически рыночной, а иногда она даже выше рыночной, от кадастровой стоимости. И как вы думаете, на кого он возложит эти все свои расходы по налогу? Конечно, на нас с вами. То есть мы можем пострадать либо как арендатор, потому что нам поднимут арендную плату, и во многих договорах как раз условие о том, что изменение ставок, налогов, тарифов, коммунальных и так далее, является основанием для пересмотра арендной платы. Это вот один из поводов. Либо вполне возможно, что у вас есть в собственности какое-то помещение. У вас пусть даже производственное, назовем его, помещение есть. Вы с производственных площадей как будто бы не должны платить налог от кадастровой стоимости. Кодекс говорит, что от кадастра платятся только офисные и торговые центры, административно-офисные здания. Ну, я думаю, что у нас с вами, во-первых, производственных помещений, скорее всего, нет. У нас с вами, скорее всего, помещения офисные или административные. Но вся засада вот в чем. Вся засада в том, что какое бы у вас ни было помещение, определение происходит не по типу вашего использования помещения, а по типу того здания, в котором вы находитесь. Если у вас есть гараж в офисном центре, то, к сожалению, здание все является офисным центром, значит, все собственники каждого пролета, каждого квадратного метра начинают платить налог от кадастровой стоимости, потому что объект такой. То есть не то, как вы его используете, а то, что за объект. Вот это то, что касается упрощенки. Плюс еще. С этого года внесли поправку в кодекс, наконец-таки. Нередко ваши клиенты просят выставить мне счет с НДС, потому что нам нужно купить с НДС. Если вы взяли и на свой страх и риск выставили им счет-фактуру, записали там НДС, то по правилам кодекса вы должны этот НДС напрямиком перечислить в бюджет. С этим проблем нет, вы это знаете, вы перечисляете его в бюджет, а потом приходит налоговый и говорит, а почему вы 6% заплатили не со всей суммы, а за минусом НДС? Говорит, ну как же налог на налог, так же нелогично. Логика и налоговый кодекс – это вещи разные. Поэтому до конца 2015 года логики в этом не было. И вы должны были заплатить и сам НДС, и еще плюс 6% из него отстегнуть, как налог доходов по упрощенке. И только через суд вы могли что-то доказать. В 2015 году внесли такие поправки, с 2016 года эта проблема снялась. Вы не будете теперь платить этот налог с НДС, если вы его в бюджет перечислили. Еще в упрощенной системе. У нас с вами по разным регионам, по большинству из них, кстати, регионов, если вас будет интересовать конкретно, ваш регион попадает или нет под эти новости, вы подходите в митинг-поит, ко мне мы с вами посмотрим в консультанте и в гарантии ваш регион. У нас с вами появились льготы для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Двухлетние налоговые каникулы под нулевую ставку налога. Вместо 6 или вместо 15. Плюс еще. По многим регионам произошло снижение ставок. С 6 можно снижать ставки до 1%, а с 15 можно снижать ставки до 3%. И это касается уже не вновь зарегистрированных предпринимателей, а работающих, продолжающих работать на упрощенке. Ну и плюс еще. Была проблема в прошлом году, в 15 можно или нельзя вычитать пенсионный фонд с той суммы, которая была рассчитана, взносы с выручки, превышающей 300 тысяч рублей. Кто-то с этим сталкивался? Слышали об этом? Есть люди, которые сталкивались. Было бытовало мнение, что только тот фиксированный платеж, который от минимальных доходов до 300 тысяч, только его можно вычитать из 6% налога, а весь пенсионный, который свыше вы рассчитали, 1% превышение 300 тысяч. Вот его вычитать нельзя. Это была свистопляска, закончилась она 7 декабря. Минфин выпустил свое письмо. Господин Шаталов, который, к сожалению, уже из Минфина уходит, он подписал это письмо, говорящий о том, что законодательство, говорит, вычитается вся сумма, и неважно, рассчитана она свыше 300 тысяч или сниже. По страховым взносам на 16-й год. Какие параметры у нас? Ну, во-первых, МРОД подняли 6,204. По облагаемой базе. Если вы сравните рост МРОДа и рост облагаемой базы в процентах, то вы удивитесь. 4% рост МРОДа и совсем не 4% рост облагаемых баз. Хотя оно должно было бы быть рост средней заработной платы. Так вот, до 796 тысяч доходы это у нас с вами в пенсионный фонд будут начисляться страховые взносы. Соцстрах 718 тысяч. Ну и федеральное медицинское страхование, оно так и остается беспредельное обложение. То есть любая сумма облагается этим тарифом. Ну и для предпринимателей, которые на упрощенке, у них страховой взнос повысился с 22 тысяч с копейками до 23. Почему так не сильно повысился? Потому что он рассчитывается из МРОД. А МРОД вырос всего на чуть-чуть. Что нового есть в страховых взносах? Вот к той ежеквартальной отчетности по подоходному налогу, добавьте, обрадуйте, если ваш бухгалтер еще вдруг не слышал, ежемесячные отчеты по страховым взносам. Слава Богу, это будут отчеты не о самих суммах доходов и взносах, а это будут только отчеты о списках работников. Это будет ФИО, ИНН и страховой пенсионный номер. Но это нужно будет, начиная с апреля, подавать ежемесячно. Что хотел пенсионный фонд этим сделать? Он хотел вычислить работающих пенсионеров. Почему? Потому что для работающих пенсионеров законодатель решил не индексировать пенсию, а индексировать ее только тем, кто из пенсионеров не работает. Как они узнают, работают они или нет, они будут от вас получать сведения. Если у вас пенсионер числится как сам собственный, а не его дочка грудная, то тогда вы будете подавать эти сведения фактически пенсионеру препятствовать в его получении повышенной пенсии. По администрированию страховых взносов подписан указ президента о том, чтобы правительство подготовило предложение передать все администрирование страховых взносов в один единый орган. И все сейчас сходятся с тем, что, скорее всего, это будет федеральная налоговая служба. Если кто-то когда-то был знаком с единым социальным налогом, который уплачивался в налоговую службу, вот это мы возвращаемся на 10 лет назад. Но, однако, это хорошо, на мой взгляд. Взносы на накопительную пенсию за прошлые годы. Наверняка слышали, до 31 декабря 2015 года надо было определиться, хотите ли вы в будущем накопительную пенсию, или она вся пойдет в обязательную страховую часть. И если вы до 31 декабря не подали свои заявления о переводе в накопительную часть в негосударственные, то вы лишились этой накопительной части. Да, лишились, кроме тех средств, которые вы уже на накопительную часть получили от работодателя. Они там сейчас, как нам говорит государство, заморожены. Но вот когда их разморозят, ими вы все равно сможете распорядиться. По пониженным тарифам на нашу с вами деятельность, по айтишным кодам, появляются постепенно всякие разные разъяснения. И вот что я хочу здесь отметить. Появилось не очень приятное письмо по поводу услуг, связанных с установкой, тестированием, сопровождением программного обеспечения и баз данных. Так вот Минтруда, который официально по закону уполномочен давать разъяснение, он вот так вот разъяснил, что всякие услуги, связанные с сопровождением, установкой, тестированием, они у вас будут признаваться льготируемым видом деятельности, только если вы их осуществляете в отношении тех баз данных и ПО, которые сами адаптировали и модифицировали. Давайте я сейчас договорю всю мысль по поводу адаптации и модификации. Это вопрос сложный, но ответы на самом деле в первом приближении есть ни в чем ином, как в гражданском кодексе. Четвертая часть. Что такое адаптация? Адаптация – это приспособление продукта для того, чтобы он работал на конкретных устройствах конкретного пользователя в конкретной среде. То есть если оно у вас не работает, и вы там что-то подделываете, чуть правите, то это адаптация. Модификация – это когда вы изменяете без этой причины, не для этого. Адаптацию можно делать без разрешения правообладателя, а вот модификация – это только с разрешения правообладателя, и в результате модификации, в общем-то, появляется некоторый изменившийся уже объект авторского права. И вам нужно с правообладателем, если он вам дал такое разрешение модифицировать, Вы должны определять, у кого какие права и кто кому за это сколько должен или не должен. То есть вот это адаптация и модификация. Если мы с вами пришли и настраиваем настройки справочников или еще чего-то в Одинессе, то это не адаптация, как правило, и модификация. Вот слово настройка и сопровождение, которые… Настройки здесь нет, да, сопровождение. Вот здесь есть очень тонкая грань, и я скажу честно, я боюсь, что будет большинство споров касаться именно этой составляющей, то есть имейте в виду, что это зона риска, и попробуйте себя как можно больше обезопасить от таких проблем. Обновление – это обслуживание. Но это не вы ведь выполняете модификацию. Если вы устанавливаете чье-то обновление Одинесски к нему на программу, то вы не модифицируете. Модифицировал это Одинесс, а вы сделали услуги по сопровождению, по установке, но вы сами не модифицировали. Вот в чем загвоздка. Так, идем дальше. То, о чем многие не знают. У нас с вами для индивидуальных предпринимателей существует таковая патентная система налогообложения. Когда вы покупаете патент, он рассчитан на целый год, либо на месяц, либо на два, насколько вы хотите его взять, и там конкретная сумма налога, которую вы уплачиваете. Но до 2016 года такой патент нельзя было взять по видам деятельности айтишной отрасли. Поэтому нам это было неинтересно. С 2016 года в налоговый кодекс были внесены два дополнительных вида деятельности, которые можно переводить на патенты. Причем патентная система подразумевает, что это индивидуальный предприниматель, который может нанять до 15 человек работников. Имеется в виду работники по любым видам контрактов. Не только трудовые, но и ГПХ и так далее. Это все будет считаться как работники. Но если вы в эту численность укладываетесь, посмотрите, может быть, вам будет выгоднее работать по патентной системе налогообложения. Есть пока одна незадача, которая делает не очень привлекательной патентную систему. Дело в том, что если из вмененки и упрощенки можно вычитать страховые взносы, то из патента, к сожалению, в этом году еще пока вычитать страховые взносы нельзя. То есть вы должны будете и патент заплатить, и заплатить страховые взносы. Поэтому, когда будете проверять, выгодно вам это или нет, вы посмотрите на размер этих платежей. И еще чем полезен патент? Патент вы можете взять с любого месяца. То есть это не упрощенка, когда надо податься до начала года. То есть вы сейчас, например, хотите податься на патент, и вы предприниматель, да, пожалуйста, вы в любой месяц можете идти, подаваться на патент. Главное, чтобы вы берете патент на тот срок, на который хотите, но не дальше, чем 31 декабря. То есть если вы с февраля пойдете, вы возьмете его на 11 месяцев и заплатите патентную сумму за эти 11 месяцев. Еще один акцент. Здесь четко прописаны, и на слайде я их прямо вынес дословно, виды деятельности, как они записаны в кодексе. Сюда попадает оказание услуг и выполнение работ по разработке программ для EVM и баз данных, их адаптации и модификации. Мы вот в кулуарах уже общались, обсуждали эту тему. Здесь нет услуг консультирования, услуг сопровождения, видите, да? Не попадитесь на эту уловку. Продажи ПО. Это вопрос сложный, давайте его в кулуарах обсудим, потому что продажи ПО бывает разные. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования, но если вы этим занимаетесь, то вот оно тоже под патент попадает, под отдельный вид патентной деятельности. Это будет отдельный платеж за отдельный патент. По судебным делам немного хотел вам рассказать. Давайте потом, когда закончим, все вместе вопросы пообсудим. Здесь был у нас уже диалог в аудитории по поводу того, а вот я не предприниматель, продавать там могу или не могу. Здесь ситуация на самом деле развивается в плохую сторону, и хочу вас всех об этом предупредить. Дело в том, что уже несколько судебных решений было принято, которые были приняты не в пользу физических лиц. Я сейчас говорю про предпринимательскую деятельность физлиц без статуса индивидуальных предпринимателей, то есть незарегистрированные предприниматели. К сожалению, налоговый кодекс содержит одну такую неприятную норму. Она говорит о том, что физическое лицо в кодексе под словами индивидуальный предприниматель понимается, то есть во всех двух частях кодекса под словами индивидуальный предприниматель лицо зарегистрированное как предприниматель в установленном порядке, а также физическое лицо, если оно осуществляет предпринимательскую деятельность без должной госрегистрации. То есть, если вы чувствуете, что ваша деятельность может каким-то образом называться предпринимательской, а это вопрос оценочный всегда, то почитайте кодекс полностью, потому что вас будут тогда классифицировать как индивидуального предпринимателя. Если к вам пришли с проверкой, уже обнаружили, вот здесь я одно дело привел, определение Верховного Суда, самое свежее было в 2015 году, когда физлицо сдавало нежилые помещения в аренду и делало это систематически, делало это несколько раз и так далее. В судах были признаны для доказательств налоговой, что это предпринимательская деятельность, наличие тетрадочек, которые вел вот этот человек по сбору вот этих вот платежей, возмещение каких-то коммунальных и других расходов, которые ему платила арендатор компания. Плюс ко всему, текст договора даже анализировал суд. И суд пришел к выводу, что текст договора содержит юридические, профессиональные формулировки, а не так, как, допустим, вы с соседом заключили договор аренды на один месяц, или два просто физлица арендуют квартиру. Там, как правило, никто не составляет 50-страничные договоры со всякими астрентами и чего там еще и так далее. То есть никто этого не делает. А вот наличие такого текста договора суду позволило сказать, что да, товарищ, ты занимаешься предпринимательской деятельностью. Это можно отнести и к торговле точно так же. Если у вас есть тетрадочка, если вы ведете учет доходов-расходов, если вы планируете эту прибыль, а за сколько я куплю, а за сколько я продам, это все может быть в суде против вас противопоставлено. Но если вас все-таки через суд признают предпринимателем, то в этом случае вы ведь не подавали ни на патент, ни на упрощенку, вы тоже не подавали. Вы даже не подавали освобождение по 145-й статье от НДС, еще какие-то освобождения не просили. А это значит что? Это значит, что вы за всю эту предпринимательскую деятельность не можете претендовать на льготные режимы. А как только это не случается, у нас там возникают страховые взносы в полном размере, там возникает налог на добавленную стоимость в полном размере, и вы ничего сделать с этим не сможете. Вот этот суд – это жесть, простите, конечно, за лексикон, но практика такая, и он уже, к сожалению, не один, такой суд. Плюс тоже недавно было в ноябре определение Верховного суда, которое отказало предпринимателям, дробившимся для применения вмененки и упрощенки. Налоговики собрали всю доказательную базу о том, что этот человек раньше работал в этой компании, потом он стал отдельно якобы предпринимателем, взяли переписку с контрагентами, от чьего имени, из чьих почтовых адресов велась переписка. Выяснилось, что в той компании-поставщике не знали вообще вот это лицо как контрагента. Они знали, что все заказы делает вот тот самый, с которым мы и работаем, с той компанией. Несмотря на то, что документы оформлялись потом якобы на этого предпринимателя, другого, но на самом деле в суде было доказано, что фактически он не вел самостоятельной предпринимательской деятельности. Туда же даже привлекают допросы свидетелей, и сейчас этим налоговая служба пользуется активно. Она в качестве свидетелей вызывает любых лиц, кого хочет. Даже гендиректоров компаний, других компаний, вот контрагентов ваших могут вызвать гендиректора и спросить, откуда вы знаете эту компанию, как вы познакомились и так далее. А в этой части они спрашивают сотрудников этой же фирмы или этого же предпринимателя, который, например, его зарегистрировало руководство и сказала, будешь у меня чипистом, а бухгалтерия за тебя декларацию заполнит. То есть это уже отживающие схемы, имейте в виду, что это рисковые схемы и очень серьезный риск, что вам признают дробление бизнеса. Все было бы хорошо, но если бы в результате дробления вы не вылезли на общий режим, превысили лимит, вот 60 миллионов с коэффициентом, если вы превысите лимит, то вам все налоги за год рассчитают по общему режиму. То, что я рассказал про аренду сейчас, то же самое будет. Поэтому имейте в виду, что здесь опрашивают в том числе и других сотрудников, а поменялось ли у этого человека место работы, а кому он подчинялся, а вы кому подчинялись, а поменялась ли в связи с этим ваша нагрузка, а место работы у вас изменилось или нет, а кто вам отдает указания и тому подобное. То есть все эти вопросы идут в судебную процедуру. И последнее то, что вот здесь на слайде, это чтение личных сообщений работников. Это не российская практика судебная, но это Европейский суд по правам человека. который сказал, что если стандартами и политикой компании запрещается в рабочее время или с рабочего оборудования вести личную переписку, личные чаты, сообщения и так далее, то компания имеет полное право читать все эти личные сообщения, личную переписку, и это не будет считаться нарушением тайны переписки. Это Европейский суд по правам человека. По малому бизнесу какие у нас есть ожидания? Это буквально вчерашние, позавчерашние свежие новости. Это еще ожидания. Поэтому вот здесь у нас замки. Какие-то такие не очень, больше непонятно на что похожие. Ну ладно. По упрощенной системе правительство вдруг само, ни с того ни с сего, предлагает повысить лимит до 120 миллионов. Три года подряд все запросы, все письма и обращения в налоговую и в Минфин останавливались на одном последнем абзаце ответа Минфина. Что оснований повышать лимит не усматриваем. Хотя этот лимит был установлен уже давным-давно. Это первое ожидание, которое мы ждем, что до 120 миллионов поднимут. Но, зная наши законодатели, скорее всего этот подъем будет с 2017 года. Коэффициент дефлятора заморозить планируют. Вот это, с одной стороны, я не знаю, как понимать. Для тех, кто работает на вмененке, у кого сумма налога зависит от коэффициента дефлятора, для них это хорошо, потому что у них не будет расти сумма налога. Но если мы заморозим коэффициент дефлятора, который увеличивает размер доходов на упрощенке, то тогда это противоречит пункту первому. Ну, я надеюсь, что это как-то разберутся с этим. Налог от кадастровой стоимости, который я вас пугал уже, что он появился, планируется, что для малого бизнеса на площадях до 500 квадратных метров можно будет сделать вычет. И если площади вашего помещения или здания не превышают этих размеров, то вы не будете платить налог вовсе. А если превышают, то тогда вы будете платить налог только с превышающей площади. Вмененный налог – это то, на чем малый бизнес работает сейчас, торговый, как правило. Ну, услуги тоже есть разные на вмененке. Он должен был умереть в 2017 году. Планируется, что его продлят и продлят без отмены, продлят бессрочно. Ну и планируется, что будет вводиться еще патент для самозанятых граждан. Дело в том, что патенты для предпринимателей – это все, конечно, хорошо, но ты сначала зарегистрируйся как предприниматель. И открывай счета в банке и так далее, и так далее. То есть много формальностей выполни. Так вот, планируется, что для той бабушки, которая вяжет носки и продает картошку на рынке, это тоже неподъемная нагрузка, регистрационные процедуры. Поэтому планируется выпустить патенты для самозанятых граждан. То есть это будет освобождение от регистрации предпринимателям. Ну, по Москве, например, это очень пытаются продвинуть насчет сдачи квартир и жилья в аренду. Потому что этому физлицу, который даже и хочет заплатить налог, но ему нужно тогда с этих налогов, чтобы заплатить, нужно подавать декларацию и платить 13%. Если хочешь заплатить поменьше 6%, тогда стань предпринимателем. Но ты пойди зарегистрируйся. Так вот, хотят упростить и сделать такие патенты, чтобы они уже являлись самим фактом госрегистрации как предпринимателя. Ну и обычно я каждый год в январе рассказываю про рейтинги законодательства нашей с вами отрасли. Ну, что у нас с вами в 2015 году в юридической отрасли касалось нас худо-бедно? Ну, во-первых, локализация персональных данных. Мы это с вами знаем, мы это прошли, кто-то это проходит. С 1 сентября 2015 года все персональные данные должны быть локализованы в Российской Федерации. Вопросов здесь много на самом деле. Ответы на них постепенно появляются. Роскомнадзор, который должен был бы разъяснять законодательство, он, как это неприятно звучит, он не имеет права этого делать. Потому что по закону об информации, информатизации, где записана вот эта вот локализация данных, не говорится о том, что Роскомнадзор имеет право толковать закон. Поэтому единственный источник – это сайт Роскомнадзора, где они пишут свои, так сказать, неофициальные комментарии. Плюс выпускают платные книжечки, комментарии к закону о персональных данных. На самом деле много интересного там есть, обязательно посмотрите. Там касательно идет, допустим, и информация, которая в открытом доступе в соцсетях размещена самим лицом. Это значит, он сделал эти данные публичными, поэтому он не может претендовать на то, что они должны быть сохранены в тайне. Разместили его фотографию свои, пожалуйста, извините, все. Это уже не персональные данные, которые должны охраняться по этим правилам. Потом еще очень интересная норма говорит о том, что если вам вдруг попались какие-то персональные данные, которые вы не запрашивали, например, вам пришел спам с персональными данными в подписи в электронной почте «Иванов Сидор Петрович», телефон, адрес, паспорт и так далее. Надо ли вам бежать, становиться, регистрироваться как обработчик персональных данных? Роскомнадзор однозначно сказал, что нужно становиться на учет и делать все эти мероприятия в случае, если вы собираете и обрабатываете эти персональные данные. То есть незапрошенные вами данные, если к вам они попали, если вы их не собираете, не обрабатываете, то вам не нужно тогда заниматься вот этой ерундой. Плюс ко всему возникало много вопросов, а можно ли базу данных взять и хранить за рубежом? Здесь тоже ответы существуют на это. Главное, чтобы у вас база данных была сначала локализована в России, а дальше за рубеж вы ее можете на хранение отдавать, пожалуйста. Главное, чтобы вы работали с российской базой. Госзакупки программного обеспечения. Ну, это у нас с января 2016 года тема, которая вступила в силу. Об этом чуть подробнее в следующий слайд. Право на забвение в поисковиках. Наверняка все слышали, у нас закон все-таки принят, вступил в силу и штрафы приняли о том, чтобы поисковики удаляли информацию, точнее, не выдавали информацию по запросу, если какое-либо лицо напишет обращение к этому поисковику и укажет, какую именно конкретную ссылку оно просит убрать из выдачи. Запрет рекламы на платном телевидении у нас с вами планировался, и он случился, но появилась интересная ерунда. У нас бы все, в общем-то, каналы лишились, ну, кроме эфирных основных, лишились бы права транслировать рекламу, а значит, лишились бы средств к существованию. В итоге было принято Соломоново решение, внесли поправки, написали, что если у этого канала доля контента более 75% это национальный контент, то тогда на него этот запрет не распространяется. Контролирующие владельцы СМИ не больше 20% контроля в средств массовой информации может принадлежать иностранцам, все остальное должно принадлежать российским. Антимонопольное ведомство против закона об интеллектуальной собственности. Это битва старая. Четвертый пакет законов поправок в антимонопольное тоже пытался наложить лапу на интеллектуальную собственность, а именно убрать из исключений антимонопольного закона интеллектуальную собственность. То есть сказать, что владелец интеллектуальной собственности обязан будет подчиняться антимонопольному закону. А в этом случае возникает вопрос, если я единственный владелец какой-то интеллектуальной собственности, то о каком антимонопольном законе может идти речь, если у меня права исключительные? Я уже монополия в силу природы интеллектуальной собственности. Но, слава богу, это не прошло в том виде, в котором планировалось, но некоторые подвижки тут появились. Карты, деньги, интернет – это что касается игорного бизнеса и как его контролировать в интернете, появились нормативы. Фонды поддержки науки создают, закон даже приняли об этом. Религию все-таки сказали, что религиозные тексты в интернете и где еще в публикациях – это все-таки не экстремизм, потому что некоторые Библию под экстремизм стали по закону об экстремизме подводить. Ну и новый антипиратский закон, который у нас в 2015 году вступил и распространяется теперь на все объекты авторского права, кроме фотографий. Помните, раньше были только фильмы, можно было блокировать или просить удалять. Теперь это касается всего контента, кроме фотографий. Ну и последнее – это реестр российского ПО. Если кто-то из вас – разработчик ПО, который покупает ГОСы, то тогда имейте в виду, что, естественно, вам лучше озаботиться вот этой темой. Есть постановление правительства, которым утвердили порядок ведения реестра и критерии, по которым ПО включается в реестр. И Минкомсвязи пока подготовила только проект документов. Это сам классификатор, какие виды ПО бывают, и правила применения реестра, и официальный сайт оператора этого реестра. Вот, собственно, это все, что я вам хотел сегодня рассказать. И я готов отвечать на ваши вопросы. Спасибо, Костя. Давайте поблагодарим и позадаем вопросы. Я уверен, что вопросов будет море. У нас как раз есть немножко времени. Меня зовут Сергей. По патентам вопрос. Правильно я понял, что сейчас ИП может подать заявку, чтобы патент у него был с января этого года уже? Нет, с января нет. Вы можете подать только со следующего месяца. Давайте вот здесь. Володь, а ты вот туда. Здравствуйте. Меня зовут Евгений. Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Я уже подал на патент. То есть с февраля мне должны выдать уже этот патент. У меня вопрос такого плана. Если я оказываю услуги по контекстной рекламе, как мне быть в таком случае? То есть мне нужно переделывать договор, в котором писать, что услуги по контекстной рекламе или по тому же самому сопровождению интернет-сайтов, это является модификацией или доработкой программных текстов, продуктов, баз данных и т.д. Ну, что сказать. Сложно назвать одну вещь другой. Но если у вас получится назвать белое и черным, то тогда может, конечно, это и случиться. Но я так думаю, что вряд ли кто-то будет прямо рядом с вами в момент выполнения вами этих работ стоять и контролировать, что же вы именно делаете. То есть контроль, как правило, идет по бумагам, по тем, которые вы оформите. Если вы, несмотря ни на что, в бумагах напишите, что это была не реклама, не услуги, не сопровождение, а это была именно адаптация и модификация, то тогда придраться к вам по бумагам будет сложно. Но если все-таки будет какое-то желание у контролирующих органов более пристально проверить, они, например, могут воспользоваться открытой информацией из Фейсбука, из рекламы вашей на сайтах в интернете и понять вашу сферу бизнеса. И тогда у них могут возникнуть вопросы. То есть здесь риск есть, имейте это в виду. Но если вы все-таки будете оформлять официальную рекламу, то это у вас другой вид деятельности. Под патент он не попадает, и вы по нему будете платить тогда другой налог. Он у вас будет либо упрощенка, вы, наверное, на упрощенке до этого были. То есть у вас упрощенка не закончилась. Подав патент, вы получили еще один режим налогообложения. То, что под него не войдет, вы обложите по старой схеме по упрощенке. Но по поводу изменений терминов, то есть, к примеру, если это было техническое обслуживание сопровождения. Давайте мы на митинг-поинт. Отдельный луч на митинг-поинт. Можно? Значит, вопрос такой. Должен ли предприниматель на спецрежиме подавать декларацию 3 НДФЛ, если у него кроме этого спецрежима никаких других доходов нет? Нет. Предприниматель на спецрежиме, если у него других доходов, даже как частное лицо, нет, который обязывает подать декларацию, он подавать ее не должен. То есть, если у вас нет доходов, например, от продажи недвижимости, от продажи движимого имущества и так далее. То есть, есть ряд случаев, когда вы обязаны в любом случае подать такую декларацию. И поскольку это не ваша предпринимательская деятельность под спецрежим, то вы тогда должны по спецрежиму подать одну, а вот по этим хитрым случаям подать другую декларацию. Например, вам кто-то призов и подарков за год выдал больше, чем 10 тысяч рублей, и это прошло официально по документам. Да, вы должны подать тогда декларацию на эти 10 тысяч рублей 3 НДФЛ. Но если такого нет, то вы не обязаны подавать две декларации. Пустую 3 НДФЛ подавать не надо. Просто пришло письмо из пенсионного фонда, что они не получили за 2014 год сведений о доходах предпринимателя, и поэтому требуют подать декларацию 3 НДФЛ с отметкой налоговой принести к ним. Это не критично. Я думаю, если вы им принесете декларацию по упрощенке, то их это устроит. Хорошо, спасибо. Константин, возвращаясь к той тетрадке, в которой ввелся учет у физлица, который не ИП. А вот скажи, пожалуйста, если это, например, в руках налоговой будет не тетрадка, а копия этой тетрадки, это облегчит участь физлица? То есть нет оригинала, но есть копия? Я думаю, это очень относительно, и все будет… Налоговики, конечно же, будут настаивать, и они пойдут в суд, потому что практика складывается в их пользу, а суд будет это на свое собственное усмотрение расценивать. Здравствуйте. Дмитрий, вопрос по патентной системе. Патентная система давно существует, и очень важно, зависит от региона, можно применять патент или нельзя. Вот в данном случае по данным кодам деятельности имеет какое-то значение регион? Да, регион имеет значение, потому что патентная система – это региональная система. Не в каждом регионе существует эта патентная система для наших с вами видов деятельности. Я вчера вечером выбирал эти регионы, но когда понял, что они на три слайда уже не умещаются, я решил вам предложить подойти ко мне в перерыве, в митинг-пойте, и мы там с вами посмотрим конкретно ваш регион и какие есть особенности по вашему региону. Там могут быть ограничения, например, даже по численности работников. В одних регионах допускается привлекать не более 10 работников, в других регионах больше до 15 работников, и могут зависеть размеры патента от количества работников. Поэтому это индивидуально. Давайте с вами посмотрим. Так, еще один. Добрый день, Константин, спасибо. Александр Милевский, компания «Фэксперт». Вопрос вот какой. Я правильно услышал, что если мы находимся на упрощенке, то мы можем выставить нашему клиенту счет с НДС, то есть сверху, например, посчитать, заплатить его, соответственно, в бюджет как налог, и наш клиент будет счастлив. Я правильно услышал? Да, правильно услышали. Счастье клиента, правда, будет немножко омрачено, когда он узнает. Это же не вы сами ему навязали НДС, да? Это он вас просил. Уж он возместить его не сможет. Вам самим я не рекомендую клиенту уговаривать, давай я тебе выставлю НДС. Потому что когда он вас уговаривает дать ему с НДС, он сам потом столкнется с небольшой загвоздкой, потому что не все налоговые инспекции разрешают принимать к вычету НДС, полученной по счетам фактурам от упрощенцев. Есть точка зрения, что упрощенцы не имеют права выставлять счета фактуры, а значит тот, кто получил такой документ, получил его незаконно. И значит вычесть он не может. Но это в суде успешно оспаривается. Если вы его уплатили в бюджет, а он его вычел, то суд нарушений не находит. Но это споры все-таки могут довести клиента с части возмещения НДС до суда. Но вы имеете право, вам никто не запрещает выставить этот НДС. В кодексе есть специальная статья. Если вы не плательщик выставили, вы обязаны его перечислить в бюджет. Да, и не забудьте, декларация все равно после этого с вас понадобится. Спасибо. Всем спасибо за вопросы. И в 16 у нас митинг-поинт. Я буду с вами рад встретиться.